И снова всем привет! Сегодня перед нами стоит Toyota C-HR, SUV маленького класса. Основным показателем успеха, который является по большому дизайн. Меня зовут Данила Белоконь, передача Автоньюз. Поехали! Это GR Sport версия, которая придает автомобилю более спортивный вид. GR у нас переводится как Gazoo Racing, который является спортивным подразделением Toyota. На текущий момент только Supra и Yaris представляют данный отдел. Поэтому не стоит путать GR с GR Sport. Здесь у нас просто визуальные изменения и никаких изменений в плане двигателя у нас не будет. Дизайн автомобиля по-настоящему отличается от других. Хорошо это или плохо? Судить, конечно же, вам. CR у нас переводится как Coupé High Rider и в задней части можно наблюдать формы, напоминающие купе. Вообще здесь у нас много различных изгибов и выправивающих форм, которые придают автомобилю более агрессивный вид. Здесь же у нас и спойлер необычной формы, и обратите внимание, где у нас располагаются дверные ручки. Что же у нас входит в GR Sport пакет? Здесь у нас немножко другой бодикит, черная крыша, 19 диски с специальным дизайном, затемненные фары, ну и вот такая у нас будет еще черная передняя панель. Все у нас на выбор есть пять различных комплектаций и две опции двигателя. 1,8 литра и двухлитровые. Здесь у нас как раз таки 2 литра. Ого, что тонну весит. Так, у нас здесь 2 литра, максимальная мощность 184 лошадиные силы. Учитывайте то, что все двигатели у нас гибридные, но не плагин Hybrid. Все это дело у нас подключено к электронной CVT коробке и есть только переднеприводные версии. Так, багажник. Обратите внимание, здесь у нас камера заднего вида. Багажник у нас 377 литров. Из интересного у нас здесь, наверное, только JBL колонка. А так, по-большому, да, ремонтный набор. Ничего больше здесь нет. Мы с вами находимся внутри. Я могу сразу сказать, что для такого класса автомобиля соотношение цены-качество у нас достаточно высокое. Здесь у нас хорошие качественные материалы. Они не жесткие. Из приятности у нас алькантары сидения. Спортивный руль. Но, правда, и спортивно у нас здесь будет только красная спортивная строчка. Вот. В целом у нас здесь много различных дизайнерских решений, которые придают автомобилю такой вот неповторимый вид. Из-за того, что Toyota у нас не новая, а обновленный только спортивный пакет, то и много различных решений у нас тоже осталось от предыдущих моделей. Так, у нас здесь аналоговая приборная панель. Цифровая у нас только маленький центральный экран, который показывает самую необходимую информацию. Дешборд у нас тоже, он работает и достаточно быстро. То есть, ну, хороший пользовательский опыт. Ничего здесь плохого про него сказать нельзя. Приборная панель у нас сама тоже аналоговая. И что у нас здесь есть интересного? Есть подогрев лобового стекла. Есть подогрев сидений. Идем дальше. Я уже говорил, у нас здесь JBL-система. По бокам располагаются такие вот две колонки из эргономики. В самом конце у нас есть отсек для телефона. Однако, поскольку у нас у всех уже вместо телефонов гигантские лопаты, мой туда залезает с трудом. Здесь у нас есть USB-отдел, два подстаканника, достаточно больших. И большой отсек для хранения всякой всячины, где у нас также есть 12-вольтный разъем. Также стоит нашего внимания то, что во всех комплектациях в стандарте есть Toyota Safety Sense. Это пакет ассистентов, в который включается адаптивный круиз-контроль, распознавание знаков, контроль дальнего света, чтобы мы никого не ослепляли, лайн-ассисты и так далее. Мы находимся в задней части автомобиля. Здесь достаточно хорошо, хоть и необычно. Места, несмотря на класс, достаточно. Мне здесь комфортно. Из необычности меня смущают боковые стекла. Они достаточно маленькие. Здесь у нас отсутствует подлокотник, однако держатели стаканов у нас находятся по бокам, так что можете хранить свои напитки здесь. Ну что, поехали прокатимся, посмотрим на автомобиль в действии. Несмотря на то, что здесь спортивный пакет, никакого особого разгона ожидать не стоит. Здесь у нас до сотни 8,2 секунды. В принципе, этого вполне достаточно для езды в городе, потому что этот автомобиль как раз-таки для города и предназначен. Да нормальный разгон. Не переживайте, вам хватит. Нормально. Однако здесь у нас есть спортивная подвеска. А это значит, что пружины у нас более жесткие. А это, в свою очередь, значит, что у нас управление должно быть немножко более податливое. Сейчас как раз-таки мы выйдем за город. Я немножечко разгонюсь и вот войдем в поворот с вами на сухом асфальте. И посмотрим. Ну вот, здесь как раз поворот. Где-то в районе 30 градусов. Поехали. Ну да, отлично. Вот, здесь хорошо поворот. Давайте еще раз. Нравится мне эта подвеска. Ну вот, как раз хорошо поворот. Ну, держит автомобиль. Скажем так, то, что... Понятное дело, то, что вы жесткие пружины не проверяете на самой управляемости, а больше на как бы неровностях, как автомобиль в целом себя ведет на вот больших скоростях. Однако, все равно, здесь у нас много изгибов. Автомобиль сам небольших размеров. Диски у нас относительно большие. Размеры автомобиля. И жесткая подвеска. Вся эта комбинация, конечно, нас приведет к очень устойчивому управлению вообще всей машины. Так что... Ну, конечно, это не будет влиять на комфорт езды. Сидение Alcantara. Очень удобно. Я себя чувствую хорошо. И мне нравится вообще именно стиль управления автомобилем. Сначала был достаточно скептически относился к ему. Но в целом, ну, хорошее качество езды. Поэтому здесь можно ставить за это плюс. И даже вот автомобиль может посоревноваться с автомобилем более высокого класса. Хорошо. Так, дальше. У нас здесь отсутствуют режимы езды как таковые. У нас здесь есть просто спортивный режим. То есть можно переключать. Нет смысла, когда у нас не такой мощный автомобиль. Не знаю, только если вы в гору въезжаете, конечно, можете использовать. Есть еще отдельный режим EVMOD. Это просто подключается у нас... Используется только электричество тогда. Вообще, такие Toyota, не знаю, мне какую-то очень сильную ассоциацию, могу вам небольшую историю рассказать, с прописными автомобилями для ралли. В двух словах. Перед тем, как вы выступаете на гонках на спортивном автомобиле, вам нужно изучить трассу. Если вы там всегда задумывались, что это за мужчина, который сидит справа от нас и читает странные вещи, там 50 право 3 через трамплин чуть распустить, то он всего лишь читает стенограмму. И эта стенограмма, она формируется в процессе того, как вы приезжаете предварительно по этой трассе и изучаете ее, и диктуете штурману, что прочитать. И вот как раз-таки используется такого городского типа автомобиля полуспортивный для того, чтобы автомобиль хорошо держался, чтобы был хороший угол вида. И поскольку мы ездим много по Гравель, он должен быть устойчивым. И мне почему-то этот автомобиль как раз-таки напомнил, что его бы обязательно брали бы для вот прописки себе вот как на прокатный автомобиль, когда иностранные гонщики приходят, они вот выбирают автомобиль. И именно этот они бы использовали как прокатный, чтобы погонять по Гравелю, чтобы изучить трассу, ну и в целом такой. Так что вот такая вот забавная ассоциация мне пришла. Это нормальный городской автомобиль. Не знаю, вот целевая аудитория, да, там. Мне кажется, отлично подойдет представителям женского пола. Ну, стильный автомобиль, хорошая управляемость, небольшой разгон. И, ну, что еще надо? Удобный, компактный автомобиль. Не знаю. Качественный салон. Не то чтобы я хотел бы рекламой заниматься. Просто ищем целевую аудиторию. Но мне прям нравится сочетание размера автомобиля, дисков и подвески. Сейчас, немножко. Ну, просто для себя проверить. Неплохо. Ну, что, дорогие друзья, давайте подводить к концу наш выпуск. Автомобиль у нас небольшой, соответственно, выпуск у нас тоже такой получился небольшим. Автомобиль у нас идеально будет подходить для городского передвижения. Хороший спортивный пакет на уже устоявшиеся решения. Мне очень понравилось управление автомобиля. Необычный дизайн. Достаточно качественный салон. Ну, а на этом у нас все. С вами был Данила Белоконь. Передача Автоньюз. Пока.